Министр экономического развития Максим Орешкин предрек взрыв в российской экономике из-за роста закредитованности граждан. Треть кредитов была выдана людям, у которых платежи превышали 60% совокупного месячного дохода. Сейчас Минэкономразвитие разрабатывает предложение помощи тем, кто попал в трудную ситуацию из-за кредитов. И если Орешкин защищает интересы капитала, чтобы кредиторы гарантированно получили назад выданные средства, то кто защитит граждан, снизит долговое время, повысит доходы. А недовольные такой жизнью граждане напрямую повлияют на политическое будущее в стране. Выборы в Госдуму уже в 2021 году, а за ними и президентские. Своим мнением об этом с накануне ТВ поделился автор законопроекта о запрете микрофинансовых организаций депутат Госдумы Андрей Ольшевских. И всегда задавали этот вопрос по поводу, есть ли опасность высокой закредитованности населения. В том числе и Орешкин говорил, что это все под контролем, опасности мы не видим и так далее. Что произошло за совсем короткое время, мне тяжело сказать, ну может быть появились какие-то новые данные, которые правительство, к сожалению, раньше не видело или пыталось не замечать. Но тем не менее, прозвучало это его мнение, имеет место быть и надо сейчас разбираться и смотреть. Депутат предлагает не только смотреть, но и требовать с капитала повышения благосостояния граждан. С другой стороны, у нас достаточно бурно расстрелили вот эти микрозаймы, которые мы пытаемся прикрыть эту проблему, что они нам необходимы, потому что большинство населения просто перехватывают деньги от зарплаты до зарплаты, потому что им тяжело прожить. И это на самом деле официальная позиция, в том числе и Орешкина, и Центробанка, и так далее. Так у меня вот здесь возникает вопрос, а не пробовали ли вы как-то разработать определенные механизмы и не поддерживать бизнес, а может быть пойти другим причем, вот именно попытаться убедить бизнес и деньги, которые они держат, обышки все-таки направлять на повышение зарплаты, чтобы как-то минимизировать все эти потери и так далее. Экономический блок правительства ратует за интересы капитала, а граждан, создающих своим трудом этот капитал и получающих мизер от этого взамен, вынуждают влезать в непосильные кредиты для решения текущих неотложных проблем. С правительства тоже пора требовать защиту граждан, иначе политическое будущее в стране станет зыбким. Это будет иметь прямое влияние на доверие к власти, на рейтинги власти и так далее. И это в первую очередь будет влиять на рейтинги и доверие, действующих депутатов, в том числе и меня. Поэтому мы эти все вещи должны, во-первых, отслеживать, во-вторых, быстро и оперативно принимать решения. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день. Продолжение следует... Продолжение следует...